Здравствуйте! Здравствуйте! В эфире программа «Городские встречи» в студии Марии Рудая. Сегодня у нас в гостях министр образования Рязанской области Ольга Сергеевна Щетинкина. Ольга Сергеевна, здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня мне хотелось бы с вами поговорить вот о чем. Это профориентация. Тема крайне важная. Ее обсуждают на всех уровнях власти. И скажите, пожалуйста, какая работа была проделана в 2018 году? Что было самым эффективным? Вы знаете, действительно, вопрос профориентации стоит сейчас очень остро. Потому что в зависимости от выбора профессии человек либо удовлетворен тем, что он делает, либо не удовлетворен. В случае недовлетворения возникает внутренний конфликт, который человеку отягощает мир восприятия и вообще жизнь. Поэтому задача, которую сегодня ставит перед нами президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, это перевести работу по профориентации на новый уровень. При этом нужно отметить, что профориентацией в образовательных организациях занимались всегда. Но во времена перестройки, когда многие предприятия перестали работать, эта работа несколько была утрачена. Поэтому сейчас нам очень важно проводить эту работу на новом уровне. Почему? Потому что экономика, социальная сфера страны очень сильно изменились. И сегодня появились новые профессии, новые предприятия, где востребованы специалисты. И сегодня руководители предприятия уже не интересуют диплом специалиста. Им очень важно, чтобы молодой специалист отвечал тем профессиональным требованиям и навыкам, которые необходимы предприятию данному конкретному. Поэтому в 2018 году впервые нами был разработан региональный приоритетный проект, который мы для себя назвали «Ключи к профессии». Этот проект состоит из нескольких тематических блоков. Первый блок касается массового профориентационного тестирования обучающихся. Данное тестирование мы провели с Центра Московского государственного университета, и в нем приняло 99,4% обучающихся в 8-11 классах. В рамках тестирования выявлялись профессиональные интересы обучающихся, а также задавались вопросы, связанные с предстоящим выбором профессии. По результатам этого тестирования оказалось, что треть участников тестирования не задумывались о предстоящем выборе профессии. Те, кто задумывался в качестве причин, по которой они выбирают ту или другую профессию, называли такие, как возможность получить высшее образование. Интересные люди, с которыми они встречались и которые владеют той или другой профессией. Или просто информация, которая часто идет об этой профессии. Поэтому по результатам тестирования нам разработаны были определенные шаги, которые прежде всего связаны со знакомством с профессиями, которые востребованы в нашем регионе, в Российской Федерации, и с новыми профессиями, которые будут востребованы и появятся на рынке труда в ближайшее время. В рамках следующего блока проекта были продуманы новые формы работы с обучающимися по профессиональной ориентации. Это такие, как, например, акция «Перспектива», которую мы проводили совместно со студентами высших учебных заведений в ноябре-декабре 2018 года. Это конкурс «Селфи-профи», который вызвал очень большой интерес, прямо буквально бум в соцсетях среди нашей молодежи, когда нужно было сделать фотографию с представителем профессии, востребованной в нашем регионе. При этом перечень профессий заранее был предоставлен участникам конкурса. В настоящее время идет обработка результатов, и в ближайшее время мы назовем победителей этого конкурса. Кроме того, используются также традиционные методы. Это дни открытых дверей, классные часы, родительские собрания, на которых знакомят с миром профессий, востребованных в нашем регионе. Кроме того, нужно отметить, что Министерством труда и социальной защиты населения Рязанской области разрабатывается ежегодно 7-летний прогноз востребованности рабочих и специалистов с высшим образованием в Рязанской области. Вот с этой информацией также мы знакомим обучающихся и их родителей. Следующий этап, на который нужно обратить внимание, это то, что сегодня с учетом изменений, которые происходят в мире, важно, чтобы профориентация становилась более ранней. То есть, чтобы она начиналась не в 8-м, 9-м, 10-м классе, а уже начиная с начальной школы, а может быть и с детского сада. Мы должны знакомить детей с тем миром профессий, с которым они столкнутся. Ведь это не только традиционные профессии, которые они знают, то есть повар, кондитер, учитель, врач, но также профессии новые. Это профессии, связанные с информационной безопасностью, это профессии, связанные с логистикой в больших системных предприятиях. Это также профессии, связанные с исследовательской работой в различных направлениях. Вот на это настроена наша работа. Кроме того, сейчас появились такие понятия, как промышленный и сельскохозяйственный туризм. То есть, это знакомство не только школьников, но и населения с новыми промышленными предприятиями, с новыми сельскохозяйственными предприятиями. Ранее у нас в школах всегда были экскурсии на предприятия. Потом, значит, к сожалению, они не проводились. Вот сейчас эта работа в рамках промышленного и сельскохозяйственного туризма тоже возобновляется. И многие предприятия готовы открыть свои двери, причем предприятия новые, современные, для школьников и их родителей. Ольга Сергеевна, вот Вы не раз сказали про те профессии, которые у нас в регионе востребованы сейчас. Вот мы можем назвать их? Значит, нужно отметить, что в настоящее время сформирован перечень наиболее востребованных профессий в Российской Федерации. Это так называемый перечень ТОП-50, и есть также перечень профессий, которые востребованы в Рязанской области. Это ТОП-регион. Значит, к профессиям, востребованным в Рязанской области, относятся профессии социальной сферы. Это врач, учитель, медицинская сестра, социальный работник. Профессии, востребованные в промышленном секторе. Это рабочие высокой квалификации, такие как станочник, токарь, оператор, машин с числовым программным управлением, каменщик. И целый ряд других профессий, которые действительно нужны в связи с развитием того или другого направления. Скажите, пожалуйста, Вы сказали, что школьники, практически 99% школьников прошли тестирование. Что показало тестирование? Я уже сказала, что проходили тестирование школьники с 8 по 11 класс. Ну и вот тестирование как раз показало, что треть из них еще не задумывались о выборе профессии. Это очень настораживающая цифра. А также тестирование показало, что многие из них выбирают профессии по совету знакомых или родителей. При этом сами не знают особенностей этих профессий и свою склонность к той или другой профессии. Поэтому на сегодняшний день одной из форм работы по профориентации является профессиональная проба, когда непосредственно уже школьник может познакомиться с той или другой профессией. Но это крайне важно. Даже очень многие психологи говорят о том, что очень вредно, крайне вредно как раз вот идти на поводу у знакомых, у родителей, которые навязывают. Бывает такое, что родители действительно видят склонности своего ребенка, а бывает же, что и не так все. Ну вот с этой целью в рамках профориентационной работы сейчас даже на федеральном уровне проводятся очень большие важные такие мероприятия. Например, открыт федеральный портал проектория, где, зайдя на который он работает круглосуточно, школьник, его родитель может познакомиться с перечнем профессий, которые востребованы сейчас и будут востребованы в перспективе, и определить свои склонности. В рамках работы портала проектория также организуются и проводятся открытые уроки по профориентации, посвященные той или другой сфере. Когда школьники всей России знакомятся с интересными направлениями в развитии страны, допустим, космонавтика, медицина, сельское хозяйство, и знакомятся с теми людьми, которые в своей профессии достигли наибольших результатов. Причем в рязанских школах мы сопровождаем проведение федеральных онлайн-уроков проектория, также встречи со специалистами данной сферы, которые работают у нас в регионе и которые добились хороших результатов. Это вызывает наибольший интерес у школьников. Кроме того, нужно отметить, что в 2018 году была реализована такая федеральная акция, как «Билет в будущее», и Рязанская область в числе семи регионов оказалась одной из первых, где был реализован этот проект. «Билет в будущее» – это фестиваль профессиональных проб. У нас в Рязанской области профессиональные пробы были организованы по восьми направлениям, таким как космос, энергетика, транспорт, городская среда, медицина, IT-технологии. Дальше новые материалы, сельское хозяйство. В рамках работы вот этих площадок по восьми направлениям было организовано шесть зон, в которых школьники могли попробовать себя в этой профессии. При этом в фестивале приняли участие представители 17 предприятий региона, представители Рязанского медицинского университета, Рязанского медицинского колледжа, Рязанского агротехнологического университета. Когда школьники получали определенные задания по той или другой специальности, и в течение определенного времени должны были выполнить это задание. При этом с ними работал модератор, который рассказывал им технологию выполнения того или другого задания. И за короткое время, практически попробовав, как это происходит, ребята отдавали свое предпочтение той или другой профессии. Нужно отметить, что в реализации этого проекта в Рязанской области принимал участие губернатор области Николай Викторович Любимов и нас посетил во время проведения фестиваля заместитель министра просвещения Российской Федерации Ирина Петровна Потехина. И важной составляющей этого фестиваля является то, что была организована еще деловая программа для учителей, где почти 300 учителей у нас отработали с психологами, методологами по организации современной профориентационной работы в школах. Поэтому мы считаем, что проведение этого фестиваля явилось всплеском повышения интереса к данному направлению работы по профориентации. Школьники, более 4000 школьников поучаствовали в профессиональных пробах, причем из всех 29 муниципальных образований Рязанской области. Вот, вы знаете, если говорить о своем личном отношении, то для меня очень важна была та атмосфера интереса, которая царила на протяжении всех дней фестиваля, значит, на площадках. Ребята из любых муниципальных образований, даже отдаленных, очень быстро включались в работу, очень быстро реагировали на те задачи, которые ставили перед ним модераторы. И как бы фестиваль еще раз подчеркнул, что интерес к различному миру профессий у детей не есть, но его нужно только правильно выстроить и подсказать, какая область для ребенка является наиболее важной. Тут, наверное, и педагоги, и родители должны тоже как-то работать сообща, да, в этом плане? Здесь обязательно взаимодействие между педагогами и родителями, потому что зачастую родители советуют своим детям выбрать профессию из их жизненного опыта. Вот, например, мы с вами все знаем, это уже набило оскомину, что, значит, самые хорошие профессии – это юрист и экономист. Но на сегодняшний день рынок труда Рязанской области насыщен уже специалистами этих профессий. Как и в России, в принципе, да? Так же, как и в России в целом. В то время как наиболее востребованы сегодня инженерные профессии. И трудоустройство с получением хорошей зарплаты по этим профессиям более вероятно, чем по профессии экономист и юрист. Поэтому здесь, конечно, очень важно, чтобы родители знали новую информацию о том, что происходит на рынке труда. И по какому направлению будут дальше обучаться их дети. Ольга Сергеевна, к сожалению, время нашей программы подходит к концу. Вот так вот, чтобы подытожить, все-таки родителям можно посоветовать, чтобы чем раньше начнется выбор профессии, тем лучше, так? Да. То есть, обращаясь к родителям, мне хотелось бы сказать. Уважаемые родители, каждый из ваших детей имеет свой интерес в профессиональной сфере. И не пытайтесь свои интересы, свои представления переложить на своих детей. Нужно учитывать их интересы. И чем раньше вы будете сами знакомиться и детей знакомить с современным миром профессии, тем удачнее и успешнее сложится жизнь вашего ребенка. Спасибо большое. Пожалуйста. До свидания. Всего доброго. На этом наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи в эфире телекомпании «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова